Большинство людей не верит в то, что души умерших могут свободно блуждать по миру живых. Однако фотографии способны заставить сомневаться даже самых яростных скептиков. В 1879 году американский фотограф Уильям Мамлер сделал снимок Мэри Тодд, вдовы Авраама Линкольна. Вероятно, ничем не примечательная фотография так и осталась бы в безвестности, если бы не один пугающий нюанс. При ее рассмотрении позади Мэри Тодд был обнаружен силуэт мужчины, поразительно похожий на покойного президента США. Впоследствии Мамлер сделал немало подобных снимков, благодаря чему обрел славу фотографа, снимающего призраков. Однако вскоре даже самые преданные его поклонники стали сомневаться в честности их кумира. После проведенного расследования было выдвинуто предположение, что Уильям Мамлер использовал технику двойной экспозиции, после чего он был арестован. Спустя некоторое время Мамлера все же выпустили на свободу, что лишь еще сильнее убедило его почитателей в том, что объектив фотографа действительно видит духов. Механик Королевских военно-воздушных сил Великобритании Фредди Джексон погиб в 1919 году в результате несчастного случая. Через несколько дней после трагедии члены его подразделения собрались вместе, чтобы сделать совместный снимок. Эта фотография должна была стать одной из тысячи похожих. Однако то, что увидели товарищи Фредди на снимке, сделало его настоящей сенсацией. Дело в том, что среди лиц членов подразделения было замечено и лицо Фредди Джексона. Мужчина стоял неподалеку от своего лучшего друга, непринужденно улыбаясь объективу камеры. Этот случай так и не получил никакого вразумительного объяснения, благодаря чему сторонники веры в сверхъестественное и сегодня используют его в качестве аргумента. В 1959 году женщина по имени Мейбл Чиннери отправилась на кладбище, чтобы навестить могилу погибшей матери. Этот визит должен был пройти как обычно, однако впоследствии заставил весь мир говорить о покойной родительнице Мейбл. Дело в том, что по дороге домой женщина решила сделать снимок своего мужа в машине. Позже, когда миссис Чиннери проявила пленку, она заметила на заднем сидении женский силуэт. Приглядевшись, Мейбл пришла в настоящий ужас, позади ее супруга сидела ее покойная мать. 19 сентября 1936 года была сделана одна из самых обсуждаемых фотографий в истории, тогда владельцы имени Рюинхэм Холл, расположенного в Норфолке, пригласили фотографов, чтобы сделать несколько снимков поместья для последующей продажи. Когда работа была практически завершена, на главной лестнице появилась призрачная фигура. Благодаря оперативной реакции фотографов, привидение удалось запечатлеть на камеру, и этот снимок стал настоящей сенсацией. Как позже выяснилось, призраком на лестнице была погибшая в стенах этого дома супруга Чарльза Таунсенда Дороти, согласно легенде. Коричневая леди, как позвали ее обитатели Рюинхэм Холла, была убита собственным мужем и с тех пор являлась в мир живых, чтобы отомстить. Многие скептики неоднократно пытались уличить фотографов призрака Дороти Таунсенд в том, что снимок был поделкой. Однако даже сегодня исследователям не удалось доказать факт мистификации. Несмотря на то, что наука отрицает существование духов и призраков, фотографии, вызвавшие столь бурный интерес публики, который не утрачен и современными исследователями, заставляют задуматься и невольно провоцируют вопрос, существует ли вероятность того, что и после смерти души умерших могут свободно бродить в мире живых.